Я пришел, бачка-то нету. А куда же делись они? Расстреляли всех. А ваши дети, шахтеры, напускают попы, идут. Пришли крестить, опоздали. А там опускается эта штука? Чуть-чуть. Да, как-то. Что такое? Не знаю. Чуть-чуть опустить. Запустить, поменять, жаль. Помешай, опусти, закрой. Закрыть сможешь? Вот это вот. Она крутится просто. Наверное, они сломаны. А тут сломанно все. Нет, они работают. А, во-во-во. Все. Да-да-да, благодарю. Во! Да-да-да. Во, еще одна ученица. Костого. Песня. 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 Господи Божий, благослови нас на эти занятия. Открой наш ум и сердца к разумению Писаний Твоих. Чтобы мы были не только слушателями, но и исполнителями. Аминь. 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 Им надо только сообщить, где это там, которое ставили, чтобы они приехали на своей машине, подняли люльку и отпилили по щасям и разблокировали. Ветлины две полностью в таком положении находятся. А раз это значит, ну они ждут, приходят, слушай, она же рука такая. И сообщить, это первое. А второе, по этим напомните, позвоните этой, говорили следователю. Она говорила, что участковому я скажу, он вам привезет на дом. Привезет. И скажи, все, уже позади 10 дней. Были там, не отдали, пожалуйста, сделайте, как говорили. И не откладывайте, батюшки нету. Вот, все, поехали. Семь голов зверя имеет двойное значение. И означают, по словам ангелов, не только семь гор, на которых будет великий город. Но, 17 глава, 10-11 стих. И семь царей, из которых хоть пари, один есть, а другой еще не пришел. И когда придет, недолго ему быть. И зверь, который был, и которого нет, есть восьмой. И исчезла семей и пойдет в погибель. Вот, обложите, вот смотри. Ну, возьми, спички положили. Что-нибудь дать такое. Ну, маленькие книги, что-то там. Вот, давайте, вот спички лучше. Вот, смотрите. Вот мы кладем здесь. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь. Восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Из восьми седьмой какой будет? Из восьми седьмой? Ну, да. Вот это первый. Ну, как бы, вот этот. Вот седьмой. Вот седьмой, а седьмой. А вот их семь, восьмой какой будет? Из семи восьмой. Ну, считай, наверное. Кто писал-то? И он, видимо, в математике от богаток не разбирался, да? Ну, считай снова. Из семь царей, из которых пять пари, один есть, а другой еще не пришел. Это в то время семеро уже отцарствовали. Там пересчитываются, какие государства. Который в то время был, он есть, а последнего нету еще. Придет спустя тысячелетия. Дальше. И когда придет, недолго ему быть. И зверь, который был, и которого нет, есть восьмой. И из числа семи, и по-другому. Ну, ты знаешь, что из семи, вот семь пальцев, покажи восемь, какой восьмой. И все считают это дело. Ну, ошибка же явная. Из семи, из семи восьмой. Ну, даже смешно. Ну, скажут, ну и христиане совсем. До десяти даже считать не могут. Военные хоть до трех считать умеют. Раз, два, три. Раз, два, три. Левые, левые. А ты замуж за него собиралась. Ну, до трех только считать умеет. А мы до скольки? А мы до сорока. Да какой смысл-то тогда? А? Какой смысл-то тогда об этом? Ну, вот я и спрашиваю, какой. Прочитать надо тут. Тут надо признать так. Совершенно человек писал, не думал. Или ошибка в типографии. Или мы еще не понимаем. Последнее. Вот свиньи пасутся. И Господь спросил, глядя на этого несчастного человека. Как тебе имя? Он что ответил? Регион. А регион это сколько? Ну, две тысячи. Много. Да много это, знаешь-ка, много. Десять много. Скажи, десять детей. Десять это много. У баптистов восемнадцать немного. Ну, что? Никогда не знали? В каждом легион. И потом восьмой это сатана, который в семи был. И он восьмой. В каждом из них. Он руководителями приводил. Я когда начинаю говорить, о нигде этого не брал. Просто из опыта, из святых отцов. Все повторяется на три. На три. Три раза. Почему? Ты можешь думать, какое-то отношение имеет. Троица, может быть. Но факт такой. У России. Кто веру принес сюда к нам первый? Владимир. Приходит Владимир Ульянов. Что взял? Тот крестил, этот раскрестил. И третий Владимир должен передать антихристу. Государственный первый кто? Первый самый. Из дома Романовых. Как его звать было? Михаил. Михаил Федорович. Царь Николай отрекается в пользу брата Михаила на один день. День ночи утром отрекся. Второй Михаил. Приходит Горбачев. Третий. Государство полностью разрушил. Мы хотим или не хотим, но это уже прошедшее время. Я когда говорил в передаче, то некоторые прям и никак не соглашались с этим. Я говорю, а кто Владимир? А тогда еще был Жириновский. Я не знаю кто. Но Владимир должен закончить в религиозном плане. В государственном плане. А другие государственные, они никакой роли не играют. Так Америка сильнее, Китай сильнее, но и России особая роль. Начинать войну и заканчивать. Так Россия разве начинала? Ты что? Первый мировой кто начал? Ну кто? Ефим Григорьевич Распутин как просил папа, он его знал папой, не сделай мобилизацию, не надо делать. А он в больнице лежал, его там подослали одну, благословляться, она его ножом пропорола. И он говорил, не надо сгоришь, ты и дом весь твой. Хотим мы или не хотим, Россия начала войну. А вот, а вторая мировая. Первый напал Гитлер, как сегодня везде пишет, и Резун, подробно Суворов ее называют. Точно так же. Сегодня открыто везде пишет. Гитлер опередил Сталина на две недели. То есть Сталин подтянул все войска, все уже готовы были напасть. А Гитлер говорит, мне деваться некуда. Воевать будем малой кровью, только на чужой территории. Все ходили в эти, как сказать, аэрокружки. Там полтора по семи миллиона могли забросить. И третью мировую, кто знает, не знаю. Но Россия сегодня так, на данный момент, что по неволе начнешь думать. А как вы считаете? Мне зачем считать? Я молюсь за царей, за начальствующих. Больше еще не могу. А кому победа? Понятия не имею. Я знаю только, что для Украины, вот этот правитель, он от Бога посланный. Остановить ее безумие. И сейчас американец выступает, я его не разобрал, какая должность, но видно, что сытый сидит. А Америка там сидит. Украине помогали? Зачем помогали? Оружие гнали сейчас, миллиарды туда садили. Зачем? Президент Российской Федерации сказал, говорит, у нас на взводе все готово. Дано указание. Кнопки и полетели ракеты с атомными блоками. Две ракеты достаточно, чтобы у нее был стерст лица земли. И нам говорят, зачем это нужно? И от нее все, как будто бы внешне от России отворачивается. А тут еще турбопровод взорвали, там, в море видать. А теперь они на все идут. Почему? Зима ничего нету, ни дров, ни огни. И поэтому у него, практически, сегодня назад, ходу никакого нету. Россия играет главную роль в окончании войны. Вот он, хан Баты идет, Чингисхан. Россия была под владычеством монголов 120 лет, если не ошибаюсь. Где-то, нигде, и мухлевки нету. И дальше то, Мамаева подбоище. А дошли куда? И под Италией, и везде. До России дошли, и дальше нету. Наполеон всю Европу под ноги положил. Бонапарт до России дошел, тут и замерз. Так было. Гитлер все захватил. До России дошел, и нога сломили. Все. Мы не хотим, ну не думая, что в Швеции, а там уже, там сейчас показывают, Финляндию он завоевывал там полтора дня, Грецию неделю, ну такой, с Польши там 10 дней или что-то. С Россией 4 года. Года. А он вновь что-то, тысяча. Ему говорили, вот так и так сделать, Ленинград окружить его, чтобы его с лица земли стереть. Его стерли, а Ленинград живой, Санкт-Петербург стал. Россия начинает и заканчивает. История уже прошедшая рассматривается не в сослагательном отклонении. Если бы так, так, конкретно, конкретно победа, и правильно победой не воспользовались. Побежденная Германия помогала во время перестройки, это секонд-хенд, ну уже использованная одежда, постирали, из старых рук, как называют. А некоторые говорят, вот Гитлер победил бы, сейчас бы баварское пиво пили. Пили бы баварское пиво. Пол Европы кастрировал бы. Уже гулятиры были поставлены везде, распоряжались. Как они себя вели с Ложеницем, подробно она напишет-то. Люди видели, что как ни трудно при коммунистах, но такого нет. Что они там увидели, как отношение какое. Ну и, конечно, смерть его, что коснулся бога избранного народа евреев. И на этом все закончилось. Пошли. Толкование. Некоторые толкователи, считающие, что апокалипсис был написан до разрушения Иерусалима, и отражает собой событие современный Иоанн, понимают это так. Пять царей, которые уже пали, то есть умерли, это Август, Тиберий, Каллигула, Клавдий, Нерон. Шестой царь, который есть во время написания апокалипсиса, это Гальба. Восьмым царем должен быть Нерон, который по верованию народа снова вернется на престол. Этого толкования придерживается Энгельс в своей работе откровения. Кто придерживается? Энгельс. Энгельс? Ну, Энгельс. 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 Этого времени, послужили прообразом для событий и людей кончины века. Но нельзя утверждать большего. Считать это точным толкованием нельзя по следующим причинам. Первое. Нерон так и не явился ни седьмым, ни восьмым царем. Думая, что воскресит, и опять сядет. Этого? Этого есть, Энгельс. А вообще? Бога в двухновенный с апокалипсиса засвидетельствовал на церковое, а значит, ошибок в нем быть не может. Второе. Мнение, что апокалипсис написан до разрушения Иерусалима. Есть мнение новейшее, неподтверждаемое древнейшими свидетелями И не имеющее достаточных оснований За основания берут А. Слова в 17 главе Но эти слова нужно истолковывать иначе Да и нужно, если признать Богу духовенность Апокалипсиса Б. То, что в Апокалипсисе нет указания на разрешение Насовима А значит, его еще и не было Но это не основание Иоанн мог и по другим причинам этого не упомянуть Его целью было описать несовременное событие грядущее В. Сильное различие в языке Апокалипсиса и Евангелиях В Апокалипсисе силен еврейский колорит греческого языка В Евангелии его нет Но это можно объяснить иначе Во-первых, еврейский колорит языка Апокалипсиса Вызван особенностью формы содержания Апокалипсиса в сравнении с Евангелием К тому же 1-2 года деятельного служения апостола среди греческого населения Ефеса Могли быть вполне достаточными для совершенного овладения греческим языком Таким образом, нет никаких оснований предполагать раннее происхождение Апокалипсиса Апокалипсиса Церковное же предание относит написание Апокалипсиса в 95-96 годах Об этом есть определенное свидетельство святого Иринея Ильонского Бывшего учеником святого Палькарпа Смирского Бывшего, в свою очередь, учеником апостола Иоанна Богослова Иринея пишет Откровение было незадолго до нашего времени Но почти в наш век Под конец царствования Домициана Домициан царствовал в 81-96 годах Все это агитическое же понимание семи царей уже рассмотрено нами в 13 главе Это семь царств, через которые сатана устанавливал свое царство на земле Пять из них было до Иоанна Это богоборческие и голопогонческие державы к древности Шестое царство было при жизни Иоанна, то есть Римское царство Седьмому царству еще надлежит быть И зверь, который был и которого нет, есть восьмой И из числа семи пойдет в погибель Под этим зверем иные понимают Антихриста и его царство Оно будет восьмое после семи правивших его в мировых держав Антихрист из числа семи, то есть из этих держав выйдет его держава И в его царстве будет все богомерзкое в предыдущих семи царствах Царство Антихриста будет достойным венцом предыдущих сатанистских царств По окончанию своего царствования Антихрист пойдет в погибель Вечно муки, гея нового Но тогда остается вопрос Кто есть седьмой царь, который во время Иоанна еще не пришел И когда придет, недолго ему быть? На этот вопрос, считающий, что Антихристово царство будет восьмым Ответить трудно Указывают на славяно-германские государства Но ведь их царство продлилось уже дольше Даже языческого римского царства Из всех шести языческих царств древних Больше римского царства? Да Говорит, что их существование недолго в сравнении с вечностью нельзя Ибо этого нет в целом тексте В сравнении идет с длительностью предыдущих царств А сколько римское царство осознало потом? Ну, где-то тысячу Да Тысячу что? Пятнадцать, наверное А советская власть в семьдесят два года и все исчезло А почему все конституции мира по римскому праву строятся? Насколько... А, мой Маховеев там написан, наверное Упили с ним на нем содружество И какой порядок, как избирает Референдум и все Все подробно описано в римске Маховейской К тому же седьмой царь здесь представлен как голова зверя То есть через него сатана устанавливает свое царство на земле Славяно-германские же государства были христианскими И через них как раз не сатана, а Христос устанавливал свое царство на земле Считать, что будет какой-то богоборческий царь Предпришествием антихриста нет никакого основания Этому нет подтверждения ни в других местах Писания Ни в Писаниях святых отцов Наоборот, везде и всегда указывается Что через крест Христов сатана сковывается и заключается в бездну А выпущен будет в кончину века на малое время И установив царство антихриста, пойдет погибель Более соответствующим является такое толкование Пять царей, это пять богоборческих и давалопоклонческих царств до времен апостолов Шестое царство было при нем, это языческий рим И вот этой главе наносится крестом смертельная рама Сатаны нет, он без них А на земле утверждается на много лет царства Христова Кончину века рано исцелела И является седьмой царь антихрист Утверждая снова царство сатаны Но недолго ему будет, так как Если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть Но ради избранных сократятся те дни И придет Христос на страшный суд Зверь, который был и которого нет, есть сам сатана, а не антихрист То, что таким образом представляется именно сам сатана Мы уже видели во многих местах апокалипсиса Зверь этот назван восьмым Но не сказано о нем, что он будет после седьмого А сказано, что он из числа семи Как может быть восьмое из семи? Не означает ли число семь, что восьмого нет? Среди семи предметов невозможно указать восьмой предмет Смысл здесь таинственный Сатана восьмой этим подчеркивается Что все семь царств, в том числе и антихрист Не являются самим сатаной Восьмой сатана в каждом был Из числа семьи Но сатана из их числа То есть он был и действовал в каждом из них И через них устанавливал свое царство на земле И когда седьмой царь антихрист будет неизложен Христом Через его славу на второе пришествие То сатана, бывший во всех семи царях И особенно в седьмом Пойдет в погибель на вечном очном Так, это пишет истолкование пояснения расширения Именно в таком порядке там нет толкования Если Господь благословит, завтра не забывайте Что мы в пути будем Так, наверное Я спрошу пока, тут понятно все у нас Ты уже узнал, где ремонтируешься? Да И сколько это будет стоить? Не знаю, в зависимости, что там менять надо Ну как бы Может тебе нужна помощь, или ты один поправишься? А так заедешь и ни машины, ни тебя не будет Сейчас такие ремонтники Я там всегда ремонтируюсь Он говорит, всегда там ремонтируется Он в одном месте ремонтируется Ну дай бог Один сапером был Дед Ну его то ли там своровали, или что-то такое Он снова приобрел, опять своровали И он заминировал весь склад Ну и кто-то что-то сказал Милиция взломали посмотреть чужая машина Милиция сумму у себя рванула Пока подбирали, другие говорят Ну давайте хотя осмотреть А пошли дальше за машину Там рвануло И хоть где, дед Я вас не звал, это мой гараж, закрытый Ну сколько раз воруем Обещаетесь искать, никого не ищете Я сам с ними расправляюсь Это вы воровали у меня, выходит? Это ваш брат ворвал и перепродавал Не все такие, как мы, Тюхти Живут по-другому люди Надо бы узнать, сколько это стоит Ну, понимаете, машина русская Вот у нее 100 тысяч проехала Некоторые детали уже негодные Она проехала 140 тысяч Там уже половина все негодная По ходовой части У меня ничего нету Но внезапно Человек протягивает ко мне руку И говорит Прим, и больше я не могу помочь Пока могу только вот это дать Пожалуйста Нет, так Вот по факту Сколько я затрачу А сейчас я не знаю Ну не, 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 не Потом когда затратишь Осадки на дорогу там или как У меня нет больше Я удивился как Человек подошел Прям в дом зашел к нам Зашел И говорит Вот вам Ну, а тут у меня там 500 тысяч Так Вот такое дело Слушай, молодой человек Я тебе, мам, сам дам, малейка Ты шарика нашего Больше уводишь гулять На той стороне его сделать Чтобы эти ваши собаки не загрыли Ну, нет ничего Нету Молодя везде платит За молоко везде У меня нет И сразу пришел человек И дает Хоть бы ты приличный Отказался Я у вас Не знаю Такие чудеса Выкупать книгу Я же рассказывал А у меня два священника приехали Я их положил спать уже Я говорю Надо помолиться Завтра позвонили Чтобы книгу я Книги забрал Предоплату я заплатил 50, допустим 5 тысяч А 85 у меня нету А в то время у меня Как раз за 8 тысяч Такая пенсия была А кто Я говорю К Богу молиться-то Кто Ну как Бог Богатство Бог Корень-то У Бога богатство И вы не знаете Понятия не имею Но у меня везде знают После 9 Ко мне не звонить Личное дело уже Молитва Спасон Ну сейчас 10 цифр Утром Утром идите Получите деньги Вестерн Ну я молиться Как молиться Как так молиться Даже денег-то много надо Я знаю много Помолились Ну сколько-то прошло Звонок Вам деньги нужны Вот я рассказываю Люди даже не верят Я говорю Нужны А вы кто такой Я А вам зачем знать Это Деньги Вам нужно книги Издавать Я говорю Я закончил Больше не прикасаюсь Я умею К стихи не пишу Книги не составляю Ну на что-то другое Я говорю На что-то другое Нам ехать не на что Так и возьмите Ну кто ты Дмитрий Булкин А где вы Калининград Кёнигсберг Шестизначные цифры Раз Утром Деньги есть Ну деньги маловато Еще Прошел Еще в два раза больше Хватит Все Иду к кассе А кассир спрашивает Вам какими деньгами Дороги-то надо Чтобы меньше места Я вижу У меня красненьких Никогда кажется и не было Я говорю Вот такие вот Красненькие И она мне выдает Все и поехали Я сразу разбиваю На 3-5 частей Что где-то Кто-то открадет Или нас задержат Но домой надо И ехать будет Чудо И таких чудес Сколько Так это вот Мы доверяемся Богу Вот это Недавно совсем Человек зашел Прямо А мне вам деньги У меня денег совсем нету Ему беспокойствие Деньги отдать надо Ну вот Все Когда у меня Голубей-то стали травить Помните я приносил Тогда Отраву По другое Ну кому головы мешают Мои Ну Отраву Насыпать Голубя Залезти надо Туда Все Я давай молиться Маленькое время Проходит Является ко мне человек Я пришел Прощить Прощение у вас А в чем дело Я отравил Я отравил Я отравил голубей А почему Я сам не знаю А где он До тысячи километров Отсюда Где Где Ты За тысячи километров В моем Вот Я буду говорить И люди скажут Да так Трепется старик Я рассказываю Перед Богом Я говорю Давай Кто знает Что ты это делал Нет И я забываю И ты никому Никогда не говори Договорились Все Голуби у меня Живые Двадцать пять штук Вот так На нас бьют Старого быка Еще больше бьют Шкура толще делается Так что Нас нельзя Так просто Чтобы мы Пали Нам нужно Согрешить Израиль Когда воевал Пять тысяч Пятнадцать тысяч Врагов У ни одного Раненого У себя нет И когда Согрешили Заклятого Взяли Там Ахан Сын Зара Моисей Это понял Что что то Неладно Как Тридцать два Человека Убили Сразу Собрались Кто Может взял Что нибудь Плен И не брали Да как Давайте По коленам Так Колено Иудина Так Давайте Теперь По племенам По племенам Прошли Еще меньше Осталось Давайте По семействам Вот у Той человек По одному И наконец Этот человек Господь Говорит Он Вы помните Это Ахан Сын Зара Ну что Ты сделал Я там Хозяин Ворвался Я убил Там Все У него Такая Одежда Красивая Герой Советского Союза Я все Собрал А где Положил Столк На котором Шалаш Шалаш Стоит Палатка И около Него Я вынул Там Зарыл И там Сразу Молодые Люди Сбегайте Они Побежали Все Притащили Он Говорит Так Вот Материя Твоя Лежит А вот 32 Трупа Господь Ответил И дальше Что дальше Гибнет Жизна Гибнут Дети Перед Богом Вы в это верите А Тут и оно Бог указывает А как ты знал Исследовал Не надо исследовать Это потом Люди будут Исследовать Они будут Находить На хан Цензар Вот Один на севере Вот так же Говорит Там воровство Очень редкое И Кто-то Своровал Он говорит Нужно сознаться И прощение Получит Нет Вот тогда Котел Такой сделали Как это Китовий Жир Что-ли Там Сажа Хлопья Весит И он Котел Этот Поставил И По одному Заходите И Кто-то Рукой Прикоснется То Ничего Нет А вот Прикоснет Он Зазвенит Сам Зазвенит Ну Заходят Все Прошли Никого Нет Теперь Поднимите Руки Подняли У себя Вот Чистые Руки Он побоялся Что он Котел Зазвенит А Руки Там Сажа А вот Ты почему Не прикоснулся Как ты Это сделал Так-то Так-то Я Рассказываю Истории Как это Говорит Лена У меня Одна Тоже А там Конца Края Не будет Почему Это Жизнь Вот Враги Мои Они Более Такие Может быть Шустрые Бегать А у них Никогда Ничего Не получится У меня Их Столько Было Врагов Возьми Здесь Жил Дружин Геннадий Петрович Знаете Как Я приехал По какому-то Делу По лагерю Лагерь У нас Жущий Где-то А Юрий Николаевич Тогда Был Как его Фамилия Это Какой-то Что-то Грозен Что-то Такое Вот Это Как Нерусская Фамилия Была И говорит Вот Юрий Звонит Говорит Говорит У вас Там один Есть Такой А он Подполковник Милиции На Дмитрий Митя У нас Был Риферт Риферт И вот Говорит Пишет Он Показал Там Подшито Прям Пачка Вот Такая Вот Я говорю А почему Метно Не принимаете Никаких Тут Такая Доль Мы Кого-то Ограбили На Меня Он Поднялся Что Военная Форма Я Всех Одел Специальный Спецназ Такой Который Власти Не Подчиняется Ну А мы Как Погонщики Сняли Летное Училище Я Вел Там Занятия А Когда Его Расформировали Полковник Генерал Полковник Пинков Борис Евгеньевич Господь Что Так Делает Он Нам Дал Там Около 70 Шинелек 70 Кителей 70 Брюх Кубанки Эти Там Афганки Видишь Как И Господь Открывает На Него Показывают Мы Начинаем Судиться Он Забегал А до этого Говорил У меня Большие Связи В этой Милиции Начальник Милиции Генерал Лейтенант Чернышов Мой Друг Я Много Зла Могу Сделать Он Много Зла Может Сделать Вот Какого-то Человека Грабили Бусы Сняли Объявление Я в университете Иду Занятия Бежу Объявление Висит Ее Звать Людмила Откликнитесь Были Потеряевки У вас Что-то Там Отняли Где-то Потеряевки Отняли Ну Явное Дело Никого Нет Ну И все А у него Друг Друг Ширяев Или Как его Фамилия Октябрьский Район Прокурор Он Отменяет Я подал У него Там Статья Такая Заклеметую Залож Он Я Потеряевку Поехал А он К нему И тот Дружок Закрыл Дело А дело Закрыли Они Меня Должны Уведомить Как здесь Привезли Дело На руках Теперь Будет суд 26 Вот был Когда И это Точно Так же И он Широхов Кажется Памиль Это И все А у меня Близко Знакомый Прокурор Края Генерал Лейтенант Поросул Юрий Да вы что Так Вот надо Распису Брать его Я до дома Может не дошел А его уже Прокурора Нет того Он опять Один остался Следователь Позвонил А он Подвыпившись Кричит Люда Иди сюда Меня арестовывают Милиционер А я был Занятием В Билиции Тогда Ленинский Район А вот Все как-то С Октябрьским Связано А с Октябрьским Там Главное Которое С теми Креветами Занимается Я спросил Говорю У вас работал Сколышник Такой Говорит Был Везде Все это Что-то Писал Где-то Жаловался Смотрел Его Не любили Нигде Отмерили А меня Не уведомили Я не знаю А еще Отсчет Начался Они должны Уведомить Меня В течение Допустим Два Три дня Двадцатый День Тридцатый Тридцать Девятый Тот Успокоился Все Ничего Не будет Сороковой День Черный Залозом В мозги И сразу Помер Все А я знать Не знаю Потеряют Тут Кажется Уроды Из дороги Там делают Дамбы Возвожу А он Такую Кляузу Возвел Его нету Все А когда Начали судиться Телевидение Привлекли Я одна Там такая Ирина Звать Селевыми Как-то А этот Сын Димит Дружинин Геннадьевич Он там Был Среди них И она Говорит Я Она как корреспондент Скажу что Мальчики С девочками Спали в лагере И такое Ты как думаешь Он говорит Не советую Вы работу Потеряете И прибудете Деньги платить Он ее отговорил Она не высыл Больше А почему Я ответил На каждый ваш Выпад Удар Я серией ударов Разражаюсь Серией ударов Будет Ну и На ничем Закончилось И теперь Стали проверять Проверять Ни одного слова Не сходится То что они были Мы ему Воду не давали А тогда он пришел Тут Барабаши Что-то тоже Его не приветили Воду не дают Водку не дают ему Воду Колодец копают Почему все накопали А он нет А у него выкопан был Тут Повыше Который Ну то есть Буреврет И Бог все так Распределил Никого нигде нету А жена приехала Эта Людмила Домик этот Стоит продать Он саманный Такой был Я его перекупил Сделали гостиницу Там Там Не за что считай Потому что Ей бросать надо Вот когда на Бога Надеешься Я вот гляжу На свою биографию Я А меня нашла Я там рыбачил Сидел Она меня нашла Там Купите Никто не берет Я говорю Ну давай Сколько стоит Ну все Все на руках Вот где сама Идешь Картошку сажаем Где-то И она же Ко мне и пришла А теперь Обложили кирпичом В серке Пристроили Верарду Такую Там Приезжают Корреспонденты Там Кого-то Игоня было На чью Я этого не делаю Сами они идут Ко мне А люди там Думают Что У как он Распорядился А что Под замком Все стоит Где-то Со дня на день Будет еще дом Свободный Похоже И приезжают люди А поехать Много приезжают Сейчас 4 области Из Украины Посылают сюда Людей Ну показано Там 11 тысяч Может принять Такой-то район Тысяч Город Там Район Разбитый Мы пока Ничего не можем Здесь сказать Если будут люди Которые ищут верующих А землю Землю тут нарежут Ставим Пример Твой барабаша Игорь Александрович Начинал Ты еще Там 4 гектара А сейчас 1200 Вот и все Богу доверишься Господь Тебя на руках Пронесет Пошли Я просто Похвалился Моим Господом 12-13 стихи И 10 роков Которые ты видел Суть 10 царей Которые еще Не получили царство Но примут Власть созерен Как цари На один час Они имеют Одни мысли И передадут Силу и власть Свою зверю То есть Все кто перечисляет 10 которые есть Там по порядку Там Америка Россия Перечисляет Китай 10 10 ведущих Государств Может быть Может быть Какая-то И натяжка Я не знаю Здесь есть Или нет Какие именно 10 Толкование Смотрите Об этом 13-1 Эти цари Несравнимы С теми царями Означенными Через 7 голов Зверя Это не будут Подобные тем Сатанинские Мировые державы Это будут 10 царей 10 государств Непосредственно Предваряющие Установление Царства Антихриста И его Подготавливающие То что Эти цари Означены В виде 10 рогов Означает Их власть И воинственность Видеть Под этими 10 царями Римских Префектов Варварские Народы Которые Противились Распространению Христианства Или любые Другие События Прошлой Истории Человечества Неправомерно Так как Об этих царях Сказано Что они Примут Власть Со зверями И далее Это не так Они Имеют Одни мысли И передадут Силу Власть Свою Зверю То есть Они будут Непосредственно Перед приходом Антихриста Ему Подчиняться Договорят Это ЕС Европейское Государство Сообщество Договорят Все им Давайте одно Одно государство Войны тогда не будет Границ никаких нет Но так С той стороны Если рассуждать Я Понимаю Их Я говорю Скажи Ты же живешь Где? Да вот Дом большой Тут 23 этажа Ну и как Да невозможно Жить И счетчики Эти выламывают И еще Только нету Вот у нас Бабка вывела Ребенка В песочнице Сидит С 9 этажа Бутылка летит И прямо В голову Ребенка Сразу На смерть Где гуляли? Они закрылись От этих Нет Никого Так и не нашли Ясно С этой стороны Вылетело Какая жизнь Есть люди Которые Говорят Я могу Сделать Так Что В нашем Подъезде Не будет Там Что они делают Поджигают Там колеса Квахирова Поджигают И убегают Ну хороший человек А если весь дом Да весь дом Нет Ты посмотри Сколько подъезда Но есть такой Который Всю улицу Может Привести К порядку Этого не будет Ни одного убийства Ни одного изнасилования Ни одного Ну ничего Этого плохого Не будет Да не сделать Это Ну а если Квартал А если Город А если Государство А если Во всем мире Ну хватил Так вот Как раз Такие люди Есть Называются Масоны А они По своему Заботятся Чтобы этого Не было Этого не было А я там Не был Нет Каждому Чип Где ты ходил А у него Карты И так Нажимают Как вот сейчас Мне надо Такой Поисковик Раз И весь Куда шел Человек Уживленый А сегодня Дают Браслет Называется Из тюрьмы Досрочно Выпустили Можно только С пяти И они Стоят Там Стоят А там Двое Сидят На скамейке Кто Раньше Побежит Сейчас Такой Щелк Вот Детюшки На книжке Вот Пять Тогда Сорвались Все Побежали Купать Дисциплина Он приехал Сразу К брату А машина Остановилась С дорогой Почему Пакет Выпал И мы Не подобрали И Никак Нельзя Штраф Допустим Там 70 долларов Заплати И машина Поедет Она Не поедет А когда Машина Стала Трогаться Он Из руля Там Посередки Дудочка Вышла Ну Что ты делаешь Машину Завожу Вот так То есть Она Показывает Пьяна ты Или неправильно А на экране Показано Что трезвый Все пошли Пока не заплатишь Карточки нету А жена Может заплатить Не может Там у нее Своя машина Реально Все Он только пришел В холодильник Сунулся А этот Который К брату Он приехал 15 лет Не было Говорит Ты что ищешь Пива Пива нету О нас государство Заботится И Люди Меньше Стали болеть Да бросил Завугался Посмотри Он показывает На стене Сразу Показывает У него браслет Загорелся И там написано 170 долларов А ты что Мне платить Мне он подошел Да ты Сука Добро 780 Попятился Да пошли Да пошли вы На У него Тысяча долларов Заработал Несколько Все Вот Когда его Майнин Говорит В туалет А в туалете Нету Поэтому Не платить А за что Вы не платите Штраф Он говорит Вот сильная мысль Надо подумать А почему Вы не согласились Протестовали Студенты Не поддержали И государство Дело Говорит Куда ты пришел Ты везде Теперь тебе Подойти нельзя Сейчас арестуют Где-то Майя говорит Ну сделай Хоть что Нажми какую-нибудь Кнопку Не могу Я в этой стране Отпустить Ну она ему только Перечислила Сразу Сводок И сразу Где вы находитесь Стойте на месте Никуда не уходите Ему Он выйдет Из страны А она стоит И сразу арестована И рядом Тюрьма Выставка Они с одной женщиной Сидят И выпивают Майя говорит А почему ты такая веселая Я свободная Сегодня За мной уже следить Не надо Я уже в тюрьме Сижу Я посмотрел Мне все понравилось Курить нельзя Пить нельзя Ругаться нельзя А всего-то ничего Браслет Еще на небе Нищит даже И поэтому Люди Которые мыслят Глобально Если что-то Мешают Убрать Мы не знаем Где И поэтому Все остальные Воители Смешнее А вот эти Настоящие Вот Плагодарю Слышали Как там Война кончится Мы сделали Так Истреблять народ Развратом Все это Валеологию Изобретем Учителя будут Преподавать Блудеть Как И разложиться Этот народ Он такой народ Сейчас и есть В седьмом классе Уже трудно Девушку найти И уже называют Которую букву Алфа Это Я как-то был Среди Важных лиц Мусульман Но по-нашему Сказать Епископы Как мне кажется Имама Называются Амулай Это священник Ну я сказал Уважаемая Я вопрос бы Хотел задать Какой Какой процент Девственности Сохраняют У вас Девушки На брачной Ночи Они Друг Посмотрели Что за вопрос Ну я как выразил Вам не понятно Его Да Она обязана Быть такой Ну это обязана Другой Другой Сто процентов А если не так Ее убьют сразу Показывают Замуж готовят Ее Таиланд Тетушки Бабушки Там собрались А когда у нее Там Зина Зина Но до этого Пришел Врач И он должен Осмотреть ее Засвидетельствовать Печать ее Что она девственница А она Плашет и не дается Смотреть-то даже Не в ушах И наконец Они его ломали Видимо Иначе свадьбы Не будет И посмотрели Она в слезах сидит А бабки Эти Она девственница Сохранила себя Обнимают Друг друга Целуют Понимаешь Это Другая система Совсем А у нас даже Никакой нужды Нет Если ты девушка Ты никому была Не нужна Иначе Тебой пользовались Есть люди Которые Не христиане И мы можем Кое-чего Поучить у них Понятно Так у нас И юноша Девсиник должен быть Юноша Я однажды С одним человеком Ехал Она женщина такая Моего возраста Примерно И говорит А вы знаете Если следовали Такое По дну Рот разинуть Ёба Во рту И по небу Можно определить Мужчина знал Или женщин И женщина Девсиник Я говорю Как уснуешь? Я знаю Училась на это дело Да не может быть Точно Она поговорила Так Парень один сидит Вот меня Вот знаете Она сказала Она только Глянула Говорит Да Два года Примерно Назад У вас было Ну вот такие Глаза на него Но опровергаешь Нет Понимаешь Вот кто много ездил Я сегодня говорил Путешествующий Кто-то много видел Вагон Общее И цыганка Людям вооружит За определенный цену Там сколько там 5-10 рублей Дать Вот Загадать можно Три вопроса И она все отгадает Не называй Ну и вот парень один говорит А ну-ка Скажи Что у меня В кармане Она говорит Деньги У тебя там еще нет Мелочь одна есть Говорит Это Рубль 75 А вы сказали Рубль 75 А Голодой Вот я там у нее щель Она закатилась Вытаскивает Рубль 75 Вот это да Тут ехал наш А дальше уже Юрий Иванович Михальков Ехал Баптист Он три раза сидел В Барнауле Она его взяла За руку Руку берет По руке Я посмотрел Прямо Ну как Просто Еще захотел И залезал на полку И не стал А другие-то стояли Еще хотели Сами Загадать что-то И говорят Пускай она скажет Она молчит Ну вы скажите Что вы такое сказали Она же так не была Я сказал Скажи Когда ты этим заниматься Начала Дальше Какой силой Ты это делаешь И что тебя ожидает За это Когда умрешь Она не ответила Я вам отвечаю Она начала этим заниматься Когда у людей Матери была Мать-сеганка Она учила ее Воробе И чистой силой И она делает Силой дьявола Дьявола Карман Разницы нет Куда И ждет ее Огонь Вещь Игенна Ее там трясет Вот так Неоднократно На плотскарте Я был у них Неоднократно Он уехал в Германию Такой полный В соке здоровья Он на аппаратуре В заводе Инженер обработал Все Это мы берем Вот 8-7 А вот эти-то 8-7 Они Я вот на вокзале Когда бываю Гляжу Народ идет туда-сюда Все взять под контроль Кто что тащит Вот эта машина прошла Почему ее запустили туда А тут будет все Ясно Кто был Откуда Кто въезжал Запах какой Сразу остановка будет Приотихся с этого Ничего не будет Люди будут Другие И будут знать Библия Отнятая у всех Как говорят Верующих христиан Всех пересадят Передают А мусульмане Я говорил об этом А сегодня уже соглашаются Эти быстро примут Обрезание Такое Все признают У нас Абрам У них Ибрагим У нас Соломон У них Сулейман У нас Давид У них Дауд Я их спрашиваю Вот у вас Мусы Сколько книг Каких книг Ни одной Но это один Да это один У нашего Пять книг Бытие Исход Лимит Чисто Второзаконие Почему у вашего нету У нашего Соломона Четыре книги Прища Соломона Премудрость Соломона И Кристианской Песня Песней У вашего Сулеймана Ни одной У нашего Давида Сто пятьдесят Соломов У вашего Дауда Ни одной Почему Они не знают Я говорю Хотите знать Да Дело в том Что Кто вашу религию основал Он был очень любознательный Так говорят Харизматичный Но неграмотный Он не мог считать Ни по-арабски Ни этот А на слух слышал А где он был Там были Евреи Там какие-то Зарастристы И он от них Что слушал Так и отпечатал А псалмы Он не мог знать Четыре книги Он бы не запомнил Он сказал Что есть Название какое И вот Говорят Да у нас почти одно и то же Я занимался Кораном И Библией Расхождение Кажется 5260 Я их посчитал Все Это мои Лично моя наработка Данные Они не считают Они его не знают Вот в прошлом году Передо мной прошло 2600 мусульман Я беседовал И ни один Не считал свою книгу А я им говорю Открой Пятая сура 68 Аят Аят это стих Там написано Всевышний Дал нам Людям писания Людям писания Это христиане и евреи Дал и жил В скобках Евангелия И чтобы мы по нему Проводили жизнь И не обманывали людей Я говорю Ваша книга Меня одобряет Это вы так знаете А вы не хотите Ислав принять Я говорю В здравом уме И твердой совести Разумный человек Небо менять на землю Не будет Я их никак не огорчил Они сразу замолкают У вас духовного Ничего нету У вас Четвертая сура Третья Аят говорит Что может Каждый иметь Четыре жены Тут с одной Не знают Что сделать Четыре Но обязан Всех одинаково Любить Через каждую Эту ночь Не так Что с одной Три ночи Мало стоит Всем поровну У нас Я говорю Если два Дорога Один раз Где-то Он что-то согрешил Христианин И он будет Отлучен на 7 лет Два Жить не будет Государственный закон Даже не идет На это А у вас Это все нормально У вас Это даже Не разврат А безумие полное Я их сильно Эти на это Массаживаю Вы больше Ничего не знаете Сейчас Рулетки Одни мусульмане 95% Почему Вы ищите У вас За каждую невесту Надо платить Колым Деньги Колым большой Это несколько Жеребцов Перевести Деньги А тут Четыре Сотни Женщин И все Голые И даром И вы с ума Посходили И все Сюда Лезете Ну Познакомься Какой у тебя знакомость Ты с этим разберись Хотя дома Сидят Вот и все Говорит Как с ними Я не на вас Не взялся Нет Я говорю Потому что Я не нападаю У меня Три слова Табу Табу Это запрещено Я не говорю Никогда Аллах Не говорю Мухаммад И не говорю Карен Я говорю В вашей книге Дальше Основатель Вашей религии Я говорю Тот Кому вы боретесь Понятно Это Когда ты Библию Это знаешь Имей ввиду Там люди Суровые Строгие Вот когда Пока Знаю Когда в Чечне Были И он захватил Одного чеченца Он молодой Совсем Молодой Видно Лет 16-15 И он С ним Держал Чечечен Голод Советский Солдат Русский Но он Ведет И не знает Где в горах Куда идти А смотрит Там Женщина Полоскает Библию Он говорит Я тебя отпущу Чтоб ты узнал И ты вернешься Мне скажешь Обещаешься Да он понимает Шанса больше Не будет уйти И он вернулся Обратно И он говорит Ну у тебя-то Небось девки-то были Он говорит Как девки были Нельзя это Как нельзя Аллах запрещает Родители Сосматривает Когда будет Ну и где-то там Близко были Чеченцы И он ему рот Зажал Чтобы он не закричал И задушил Его даже Не заметил Советский Солдат Этот Вот когда Смотришь Это буквально Документально Все говорится Какие мы Далекие И он один Среди них И ты такой Нет Это нельзя Это нельзя Вот Рамзан Среди них Глава администрации Тогда Были президенты Он восстал Против Какие президенты Один президент В стране должен быть Я глава администрации Избирает на 30 лет А у меня Трех лет не хватает Зачем я буду Да ладно Это Никак не ладно Я закончил Университет Как раз 30 будет Понимаешь Как это притягивает У меня от него Благодарность есть Я ему книги подарил Да Он мусульманин Но сейчас Захвата заложников Нету Нету Беслана Нигде Взрывы Где там Которые нету Он перекрыл Все Так он убивал Солдат Он говорит Да Воевал С Ахматом С моим отцом Весь народ Воевал Я с народом Вы же пришли к нам А не мы к вам Он издал закон Я не могу точно подтвердить Это когда где Не делать абортов Подголовный кодекс Подвел Говорит Это единственный Правитель На всю страну Вот сейчас Когда Время Как называют Военная операция И там Собирают людей Первый раз Послали Две тысячи Кажется У него армия целая Ну Выезжают Благословляют Там своих И мамы Кто есть И они там Я нигде не видел Проспект Имени Путина Центральная улица Я-то нигде не встречал А у них там есть Говорили Куда вы едете Вы Ну знаю Вам охота Мужчинником быть А эти-то Виктор Николаевич Там Крущина Николаевич Зачем берете Молодых-то с собой А мы приехали Не один раз Были в Чечне Нас встречают Как родных В библиотеке Обычно так Мусульманки Они не Не хотят Фотографироваться Мужчины Николи идут А здесь Одни Молодые девушки Они сразу Библиотекарь Там у них Министр Кажется Приехал Она оттуда Вышла С зала Приняла Книги С нами Сфотографировалась Вот и все Дорогой Молодые Светили Юноши Как проехать туда Я вам покажу Пошел здесь А такое мнение было Головы режут А моя голова целая Никого не тронули И показывали Где что хотели Почему Господь Так делал Опыт Путешествующего Он безразмерные Знания Подает Это даже Нельзя сказать Вот мы едем А Виктор Николаевич В очках Учитель Ваш Здесь был Он Учил Тебя И он За руль Сел Они попеременно С Николаем Кучерто И видимо С дороги Съехал А там Прямо Обрыв Сигнал Нигде Полиции Нету Сразу Полиция Я каждый раз В Америке Дивился Откуда Они взялись Сразу Почему Вы съехали С дороги Заворачивайте За нами А они Видимо Предупрежденно Были Что наркоманы Едут Наркотики Везут Наркодельцы Ну и у нас С машины Нас долой И фонариком Вот куда Стекло Выдвигается На дверках Он туда Стекло Посмотрел А мы Говорим Мы Из России Нам тут Надо А кто Такой Ну пока Сказали Вальтина Дмитрина Савчисова Телефон Они На ней Алло Да я Жду И где они Да где они В полиции Здесь у нас Говорят Ну все Заулыбались Они Они Кажется Давайте Сфотографируемся Мы стали фотографироваться Но одна из них Такая девушка Какой-то Сейчас у нас Следователь Она в стороне Стояла И все время Улыбалась И они Сфотографировались Потом я фотографию Пошлю на ту организацию Поблагодарю Какие у вас Служители хорошие И они Тогда сразу Куда ехать Не та дорога Перед нами Впереди Поехали Довести Понимаешь Я рассказываю Не сказки А почему Это настолько Интересно Баптисты Им это Не безразлично Что мы Ехали Какие у нас Были условия Две минуты Уже Так мы Уходим Больше не будем Простите Что я вас Задержал Тут Две минуты Ну Я уезжаю Может на всегда Бог его знает И Матерь Бога Нашего Честнейшую Херувин И Славнейшую Без Сравнение Серафин Безысление Бога, Слово Родшую, Сущая благородицу Тайнича. Сипа, хочешь помолиться? Поблагодарить Богу. Давай, помолимся. Господи, мы благодарим Тебя за эти занятия. Дай нам уразуметь Твое Писание, исполнить его. Сохрани путешествующих, Гнатия Тихоновича. И все, кто справляется завтра, от всяких бед и несчастья их огради, благослови их путь. И здравия в мире возврати. Аминь. Аминь. Ва славу Божию.